Как получить долгожданную рабочую визу, приглашение от работодателя, джоп-оффер и какие, собственно, в среднем заработные платы мы можем, на что мы можем рассчитывать без опыта работы, без знания языка и без образования. Итак, начинаем! Начнем мы с того, что я бы хотела обратить ваше внимание, что средняя заработная плата польского сотрудника составляет порядка тысячи-полторы тысячи долларов в месяц. Чтобы зарабатывать такие деньги в Украине, России или в других странах СНГ, вам необходимо обладать какими-то специфическими, серьезными знаниями или опытом работы, или образованием, или, возможно, языками, либо работать достаточно тяжело на нескольких работах, чтобы обеспечивать себе такой доход. Польские работодатели предлагают такие деньги за позиции без опыт работы, без образования и без знания языка. И эти позиции, они, конечно, начинаются где-то от 3-4 долларов в час и около 80 долларов вы можете зарабатывать уже имея какой-то опыт работы, либо знания языка. Что касается позиций, которые открыты на сегодняшний момент, то это в основном вакансии, связанные с производственными площадками, это обрезка пластика, где производят металлопластиковую продукцию, это упаковка мочалок, это складские помещения, это насортировка и так далее. Далее, что я бы хотела, на что обратить внимание при получении приглашения от работодателя, именно в Польше, то, что работодатель предлагает вам очень достойные условия проживания. То есть вы практически ничего не платите за то, что вы живете в достаточно приятных условиях, хороших, я имею в виду, условиях для жизни, потому что найти квартиру в Европе достаточно сложно, это достаточно дорого. Здесь вам предлагается бесплатное жилье и провоз к месту работы. Возможно, от вас потребуются какие-то там 100, может быть, 150 злотых в месяц, это порядка полутора тысяч рублей, конечно же, это не стоимость квартиры. Чтобы получить заветное приглашение, точнее, даже заветную рабочую визу в свой паспорт, необходимо выполнить определенные условия. А именно, вам необходимо получить основания для того, что вы получаете рабочую визу. Что необходимо для того, чтобы податься на рабочую визу? Вам необходимо найти посольство, то есть подать на рабочую визу, вы можете в посольство Польши, то есть страны, чьим гражданином вы являетесь. Вам необходим загранпаспорт, который действует как минимум год, фотографии, заполненный бланк анкеты, медстраховка, копия госпошлины, гражданский паспорт, копия гражданского паспорта, а также основания, то есть именно приглашения, подтверждения, почему вам необходима рабочая виза, а именно приглашения от работодателя. Теперь перейдем к приглашениям. Их существует несколько видов. Есть приглашения на 180 дней, есть приглашения на 270 дней, и есть приглашения на 365 дней. И есть свои плюсы и минусы по каждому пункту. Если мы говорим о краткосрочных приглашениях, то есть это 180 дней, 270 дней, вы получаете эту визу достаточно быстро. Я имею в виду это приглашение. На протяжении полутора-двух недель вы, в принципе, уже можете иметь это приглашение у себя на руках и пойти в свое посольство своей страны и податься на рабочую визу. Чтобы получить приглашение от воеводы, которое длится на протяжении года, то есть вы целый год будете жить легально и работать на территории Евросоюза, на территории Польши, то вам необходимо запастись немножко терпением, потому что приглашение делается от двух до четырех месяцев. Ускорить этот процесс невозможно. То есть здесь необходимо просто ожидать приглашения от работодателя. Что какие еще плюсы дает вот это длительное приглашение? Если все суммировать и посчитать, то, конечно, вы экономите свои силы, свои нервы, деньги, потому что вам не нужно выезжать из страны, из Польши, чтобы его продлить, когда оно закончится. Если краткосрочное приглашение заканчивается, то вам нужно покинуть территорию Польши и, конечно же, на своей территории, на территории своей страны его продлить. Вот это воеводское приглашение на год. Вам нет необходимости выезжать из Польши. Вы его продлеваете, находясь в Польше. Также воеводское приглашение – это гарантия того, что вы получаете рабочую визу в Евросоюз. И воеводское приглашение дает вам возможность находиться на территории разных стран Евросоюза. Итак, друзья, обращайтесь к профессионалам, получайте рабочие визы. Всего вам доброго и успехов вам в построении карьеры. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok